Добрый день! Вы смотрите информбюро беседы. Я ведущая Татьяна Федорова. Продолжаем знакомить с командой управленцев краем. Гость сегодняшнего выпуска министр строительства и архитектуры Ставропольского края Юрий Алексеевич Корнет. Сегодня будем говорить о состоянии строительной отрасли. Юрий Алексеевич, добрый день! Добрый день! Юрий Алексеевич, первый вопрос, который хотелось бы задать, это узнать, остается ли краевой центр лидером роста по вводу жилья? Безусловно, остается. Мало того, он в разы обгоняет ближайших своих конкурентов. Но самое интересное, что в тот момент, когда Ставрополь лидирует, это и хорошо, и с другой стороны плохо. Почему? Потому что переизбыток жилья уже сказывается на инфраструктуре города. Захлюбываемся, да? Да, ну как захлюбываемся, то еще не захлюбываемся, но та нагрузка на инфраструктуру и невостребованные еще жилые площади, которые уже построены, они дают о себе знать. И в тот момент, когда, дай бог, все квартиры будут заселены, начнется, скажем так, на мой взгляд, коммунальная проблема. Потому что появится большое потребление воды, большие стоки, большое потребление электроэнергии. И в связи с этим все, что связано с эксплуатацией жилого фонда. То есть получается, что мы к этому не готовы? Я не могу сказать, что готовы мы или не готовы, но перспектива вот такой сложности может быть. Потому что, как правило, вот сейчас жилищным фондом управляют управляющие компании. Не все с этим делом справляются, и если к тому фонду жилого, который сейчас уже есть, добавится тот, который будет востребован в ближайшее время, то управляющим компаниям придется либо пересматривать свои подходы к управлению жилищным фондом, либо предоставлять площадку другим, более квалифицированным управляющим компаниям. Юрий Алексеевич, а было бы интересно узнать, вот что касается Ставрополя, да, точечная застройка, она в принципе уже завершена, да? Так куда город будет расти? Уже появились крупные и большие районы, да? И все-таки есть потенциал для роста? Конечно. Любая система, она предрасположена к совершенствованию, поэтому изменяются границы города. Город растет, наверное, вы знаете, в сторону Шпаковского района, что он, вот, и вот этот рост, как раз-таки, это привязание новых земельных участков к городу Ставрополь, оно и будет обеспечивать новые площадки для застройки. Вот другое дело, что эти площадки, они не везде обеспечены инфраструктурой, ну, вода, канализация, там, электроэнергия и так далее. Чем дальше от центра города площадки, тем сложнее их обеспечить инфраструктурой. Ну, еще один сдерживающий фактор, это, конечно, водоснабжение города Ставрополя, потому что та система, которая сегодня работает, она вот на пределе тех демографических показателей, которые сегодня существуют. Ну, и понятно, сейчас ведется работа, чтобы улучшить систему водоснабжения, это и проект по аварийной системе водоснабжения, новая линия водоподачи в город Ставрополь. Ну, где-то в около двух, в два раза, наверное, увеличим водоподачу в город, ну, и будет перспектива расти. Как интересно. А что касается применения новых технологий в строительстве? Вот могли бы об этом рассказать? Возможно, энергосберегающих технологий? Вы знаете, с этого года уже введена норма энергоаудита на всякие строения, в том числе и жилищно-бытового назначения. И самое интересное, что в тот момент, когда мы проектируем какой-то объект, мы проходим экспертизу, учитывая и энергосберегающие технологии. Ну, на данный момент они чем обуславливаются? Новые электрические лампочки, новые системы управления энергопотреблением и не более того. А в широком понятии смысла вот этого энергосбережения это и новые материалы при строительстве, новые системы теплоснабжения, новые системы водоотведения. Потому что каждые потерянные килокалории тепла, это отражается на энергоэффективности дома. Есть специальный механизм энергоаудита, который обязаны проходить теперь уже все строительные организации, которые будут вводить впоследствии жилье и другие объекты строительства в эксплуатацию. Что это такое? Энергоаудит будет проверять возможности экономии тепловых и энергетических ресурсов в текущий момент. Допустим, одни требования в зимний период, другие требования в летний период. То есть это целая система, которой должна строительная организация заниматься уже в период строительства. Потому что в тот момент, когда мы этот объект вводим в эксплуатацию, приходит энергоаудит и говорит, у вас вот это не сделано, это не сделано. И начинаются проблемы с вводом в эксплуатацию. А теперь хотелось бы перейти к такой вот острой теме, проблемной теме. Это тема обманутых дольщиков. Как сегодня с ними обстоят дела? Ну, скажем так, это беда, которая может возникнуть в любой момент. Сегодня те обманутые дольщики, которые прошли процедуру регистрации, то, что они обманутые дольщики, там целая процедура, нужно заявиться. Как много на сегодня их в Ставропольском крае? Сегодня где-то около полторы сотни. Полторы сотни человек, да? Осталось 8 домов из 18 проблемных. То есть каждый дом нужно признать проблемным, регистрируется на уровне федерации. Для решения проблем этих обманутых дольщиков разрабатываются мероприятия, выделяются определенные бюджетные средства. Я сейчас об этом расскажу. И работа идет двумя путями. Первое, значит, концентрация сил застройщиков и самих дольщиков для того, чтобы достроить то, что не достроено. Для этого есть несколько механизмов. И передача полномочий от того застройщика, который существовал, к тому, который готов взять на себя это дело, на определенных условиях. Тогда появляется механизм оплаты за счет этого инвестора окончания работ. И потом переуступка прав в пользу самого обманутого дольщика. Таких объектов было по краю 18. Сейчас осталось 8, и они на стадии завершения. Больше всего таких обманутых дольщиков где? В Ставрополе. В Ставрополе, да? В Ставрополе. Ну, тут, скажем так, издержки того административного механизма, который позволял выстраивать эти схемы, они сейчас таковы, что больше всего появилось в Ставрополе. Но, тем не менее, осталось 8 домов. Они пока еще остаются проблемными, но перспектива окончания этих домов до конца этого года есть. Вторая часть – это бесперспективная достройка, то есть на определенном этапе дольщик вошел в перспективу строительства какого-то дома, на определенном этапе эта перспектива поломалась, то есть он деньги потерял и все. Правительство выделяет средства на приобретение ему, ну, на бесплатной основе или на любой другой основе, земельного участка, либо субсидии на приобретение другого жилья с тем, чтобы он был получить. Вот, и сколько там, 81 миллион, по-моему, уже потрачено на субсидии таким товарищам. Вот, и до конца года, да вот я думаю, что месяца за два, это уже мы эту проблему закроем точно. Но тут другая, может быть, опасность. Дома строят, точно так же заключают договоры о долевом строительстве, и не факт, что через два-три месяца не появится еще один такой дом. То есть мы просто не можем отследить, насколько достоверна информация у того застройщика, который привлекает к себе дольщиков. Ну, та же самая МММ, то есть сначала провалилась, потом опять появляется, все к нему идут и опять проваливается. Вот, мы договорились с администрациями городов, что в тот момент, когда будет выдаваться разрешение на строительство, ну, любого объекта, там, жилого, так, проверяется, во-первых, состоятельность застройщика, и потом на стадии заключения договоров, кстати, вот недавно было такое совещание в прокуратуре Старопольского края, вот поставлена задача, чтобы на стадии заключения договоров долевого строительства, долевого участия, мониторился сам процесс. То есть куда эти средства идут, каким образом они, скажем так, осваиваются, чтобы не допустить впоследствии обманутых дольщиков. Потому что хорошо, сейчас вот бюджет на себя взял обязательства, организовал работу по окончанию строительства для той категории, которая зарегистрирована. Сейчас задача не допустить другой регистрации, то есть других обманутых дольщиков. Спасибо, Юрий Алексеевич. Ну, следующий вопрос такой. А актуально для жителей больших городов? Везде ли приняты градостроительные планы, да, и соблюдаются ли они? Ну, скажем так, градостроительные планы, они выполнены практически везде, но они не везде, так сказать, утверждены. Что это значит? Градостроительный план представляет собой правила, по которым город развивается. Ну, там есть целый перечень всяких показателей, по которым он должен выстраиваться. Самое главное, это документ, который определяет, где должен стоять киоск, где должен стоять там объект социальной инфраструктуры, ну, садик, школа и так далее. Где должно стоять коммерческое там или какое-то иное здание. Для чего? Во-первых, градостроительный план и все документы, которые сопровождают его, они должны показать динамику развития города в будущем. Ну, понятно, что Ставрополь не станет миллионником в ближайшее время, так ли? И вот, исходя из этого, выстраивается градостроительная политика, что для того, чтобы 450 тысяч жителей обеспечить жильем, обеспечить работой, обеспечить ресурсами, надо сделать вот это, это, это. Построить, допустим, там столько-то объектов для занятия учителей, столько-то объектов для занятий детских и раскольных, столько-то больниц и так далее. Вот, что значит градостроительная документация. И без этого ни один город не может развиваться. Если этого градостроительного документа нет, а вот ограничения до конца года такие, что если таких документов не будет, я не буду перечислять всех их. Если не будут, то разрешение на строительство любого объекта город или поселение не сможет выдавать. То есть город замрет. Никто ничего не будет строить, подожить там, где они. Поэтому для городов это важно. Они этим делом занимаются. Если взять в целом по России, то у нас очень хороший показатель. Мы где-то в первой десятке. Практически все градопланы у нас есть. Они проходят стадию утверждения. К концу года у нас по краю будет вся документация готова. Мало того, мы можем нажать кнопку, посмотреть в каком городе, как развивается там территория, выделять социальные объекты. Ну, скажем так, интерактивная карта, о которой будет видно развитие ближайшее. Во многих городах, в том числе и в Ставрополье, у нас что видно? У нас видны безобразные заборы. Вот, кстати, о этой теме тоже хотелось бы сказать. Да, безобразные строительные площадки. И в том числе на Кавказских минеральных водах, здесь не так режет глаз, а на Кавказских минеральных водах, и в Пятигорске, и в Кисловодске, и в Ессендуках, и в Железноводске, любая строительная площадка, это, ну, если не бельмо на глазу, то раздражающий фактор для отдыхающего. И Валерий Георгиевич Зеренков, да, обратил на это особое внимание, просил все строительные площадки, площадки в порядке. Мы сейчас разработали мероприятие, вот сейчас будет в ближайшее время утвержден общественный совет по градостроительной политике в крае, который будет следить в том числе и за этим. А перед этим уже Ставрополь, Ессентуки, Пятигорск разработали свои градостроительные правила, благоустройства, в которых прописывают определенные жесткие требования к организации строительства. Ну, это площадки. Там прописаны определенные конструкции ограждения, определенные конструкции выезды из строительных площадок. Ну, и вот теперь первая ласточка, мы уже получили сводку, что несколько строительных организаций эту проблему в городе Ставрополье сняли. Вы знаете, учитывая то, что сейчас политика в крае в отношении освоения как положений немножко изменилась в части эффективного использования и социальная направленность всего этого процесса, вот как нам сейчас уже требует губернатор и новый представитель правительства. Ну, во-первых, мы должны в ближайшее время вместе с муниципалитетами, с городами определить, где, в каком месте, сколько нужно нам детских садов. Первая очередная задача, да. Потому что демократическая политика пошла таким образом, что у нас, ну, чуть ли не в геометрической прогрессии появляется потребность в детских дошкольных учреждениях. Следом за этим, ну, если детишки выросли, им же нужно куда-то идти в школу, следом за этим пойдет школа. Параллельно с этим начнет развиваться и сектор здравоохранения. Возможно, не в сторону строительства больших больниц, а вот в восточных районах, в северных районах края, там не хватает даже амбулатории. То есть мы будем этим заниматься. И вот все строители, которые сейчас, допустим, меня слышат, наверняка будут в этот процесс вовлечены. И, конечно же, хотелось бы, чтобы все строители и те, кто руководит этим процессом, понимали, что социальная направленность не просто, вот мы должны выстроить там миллион квадратных метров жилья, но этим жильцам, которые должны жить в этих миллионах квадратных метров, нужно своих детей отвезти в детский сад, где-то отличить, если придется, выучить где-то, а потом уже дать какие-то рабочие места. — Плюс еще досуг какой-то обеспечить, да, каждый вечер в день? — Ну, конечно, конечно, да. — Юрий Алексеевич, спасибо большое за интересную беседу. — Спасибо вам. — А я напомню телезрителям, что вы смотрели программу «Информбюро беседы» и гость сегодняшнего выпуска — министр строительства и архитектуры Ставропольского края Юрий Алексеевич Корнет. Ну, я с вами прощаюсь и желаю вам доброго дня.